Здравствуйте, дорогие друзья, любители живописи! Мы вас рады приветствовать из центра Парижа. Мы находимся рядом с Лувром в прекрасной галереи Натали Бугнар. И приехали сюда со своей живописью и со своей выставкой, которая называется «Любовь к живой архитектуре». В основном работы Владимира Ильичева, которые являются каталожными, которые являются нашей личной собственностью. И мы за эти работы несем ответственность за всю свою жизнь, как бы живописную. И заходим в галерею, милости просим. Прекрасное пространство, большое, чистое, до пола свет пониже. И вот у нас сразу мы встречаем нашу чайную сестру, которая делает чайную церемонию. Сегодня 14 февраля, День влюбленных. И вот Настенька наша сидит и среди роз делает вот такую прелестную чайную церемонию, которую видят люди, прямо вот останавливаются и как бы и являются свидетелями вот этого прекрасного действия. Вот. Ну, сколько работ поместилось? Поместилось, как ни странно, 50 работ, живописи и графики. И вот давайте пойдем. Почему хочется рассказать вам? Да потому что вы все тоже можете это делать. Когда вы почувствуете, что у вас накопилось достаточное количество работ, за которые вам не стыдно и которые вы сами любите, вы спокойно можете собрать их, если они будут как будто как одна капля, и выставить в уважаемой галерее, в каком-то городе, который вы сильно любите. Вот мы любим с Олочкой Париж, и мы уже несколько раз здесь были, и у нас здесь друзья живут, которые нас поддерживают, и которые нас как бы и приютили. И, конечно же, вот эта галерея. Ну, и вы, конечно, прекрасно знаете эти работы. Посмотрите, вот, Вовины, 12 перепелок, да, чувствуете, какой год? 2013-й. Эти работы являются нашей гордостью. Особенно, идемте дальше, у нас есть работа, которая называется столик Кастанди, на волоске, и вот наша любимая работа, которая висит перед нашим ложем в спальне, она называется Веранда Либман кафе. Это, конечно, Одесса, все Одесса. Мы с собой возим кусочек нашего места силы. Наше место силы – это возле Черного моря, в Одессе, там, где Вовины предки, там, где мои предки. И мы, как бы, и этот город держим все время у себя в сердце. Вот, пожалуйста, Дерибасовская, Решелевская, да, вот эти атланты. Вот, пожалуйста, Морозлеевская трио, там, где три окна таких, знаете, с прекрасным балкончиком полукруглым. И, конечно же, наш любимый дом Росова. «Участь» работа называется. Когда он еще был разрушенный и несколько раз горел, мы делали проекты в поддержку этого дома. И почему участь здесь фотография царской семьи и сам Николай II, который имел участь быть убитым. И мы, как бы, так хотели, чтобы дом этот сохранился, что мы обратились к мэру города и подарили ему работу большую, красивую, Владимира. И когда он спросил нас, а что вы хотите, деньги за эту работу или мастерскую, что вы хотите за эту картину, помнишь, оперный театр, да, подарили? А мы сказали, мы хотим, чтобы вы сохранили дом Росова, чтобы он не разрушился. Он у нас стоит рядом с нашим домом, и мы им любуемся. И вот, как раз, вот эта работа очень дорого стоит. А ну, Вовочка, посмотрим, сколько она стоит. Это коммерческая тайна. Коммерческая тайна. Работы те, которые вы хотите, чтобы сохранились рядом с вами, пусть дорого стоят. Вот наш проект, да, вот этот «Любовь к живой архитектуре». Здесь текст на английском языке. Французы все понимают английский язык. Вот наши биографии. Елена, да, с какого года мы тут выставляемся с тобой? С 1994 года пошли выставки. Вот Владимир. И пошли дальше. А, давай вот пойдем вот в этот сам разговор о нашей специальной коллекции. Вот тоже наша картина, которая, как бы, является каталожной. И она называется «Дом Лиммана». Да, угол Дерибасовской, Ришельевской и Садовой. И вот этот «Дом Лиммана», он, как бы, тоже в центре Одессы. Эркер, да, вот это Эркер называется. И чуть-чуть высветлен последними лучами солнца. Так, ну и, конечно же, Вовина коронная граната, которая полностью отличается от моей кармиево-красной гранаты. Вова по-другому видит эту гранату. И она тоже является каталожной работой. И дальше мы пошли. Любовь к... Ну, конечно, у нас здесь вот они. Эти такие открыточки, которые позволяют людям, которые не могут купить большую картину, они могут купить открыточку дешево и иметь себе память о нашей выставке. Так, ну вот же он, вот же он, этот Вовин-каталог. Ну, Вовочка. Ой, это у нас. Вот Вовин-каталог, который, конечно, очень нам дорог. Это книга про Одессу, про одесскую архитектуру. Вот Владимир. И пошли, да, вот кораблики. И, посмотрите, верхушечки зданий. Вот соборка зимняя. Вот двенадцать перепелок наших. Кстати, все поняли, про что это двенадцать перепелок? Это про двенадцать апостолов. Так, Иисус, двенадцать апостолов. Вот эта вот ночь. И пошли дальше. Вот мужские натюрморты Владимира. И так далее. Столик Кастанди. Вот они все эти работы. Мы очень любим этот каталог. Так, Париж, Венеция. Немножко нашего там натюрмортик легенький такой с голубикой. Наряду с дорогими работами мы всегда хотим, чтобы кто-то что-то приобрел. И ставим, ну, такие более дешевые работы, которые нам хотелось бы, чтобы пошли к людям. Так, пошли дальше во второй зал заходим. Этот зал посвящен Парижу. Ну, кстати, опять Морозглиевская, но очень похожая на Париж. Собор Парижской Богоматери. Комедианты. Так. Дом Кофемолка. Да, Парижские кафе. Сейчас это, к этому вернемся. Вот оперный театр, да. И Парижский, французский оперный театр, который тоже очень похож на одесский. И какая-то балеринка тоже сидит, да. И, возможно, переодевается перед спектаклем. Ну, вот это скирда медоносная, это цветы, которые задержались на зиму и продолжают цвести и благоухать. Так, как Париж. Париж благоухает в любое время. Снег, дождь, солнце, мороз. Все равно все люди очень счастливые. И все люди, как сказать, ну, арт. Каждый человек в Париже арт. Так, это наша кошечка, да, вот заблудилась в камышах. Камышовый кот. Это мы так скучаем за нашей кошечкой. Ну, это сливы, как бы такой натюрморт со сливами. И вот такой эксперимент с зимним яблоневым садом, когда влюбленные знают, что только возле этого дерева можно встретить своего суженого. Она убегает, он догоняет. День влюбленных. Вот немножко картин стоят таких, знаете, даже в подарок дарить людям или дешево продать. Ну, как бы наброски с нашего путешествия по Германии. Вот хочу обратить ваше внимание на столик с графикой. Вот графика, вот груши, так. Вот архитектура по Брегелю. Вот обнаженка. Это на черном картоне белая сепия. Цитаты из Брегеля тоже хорошо смотрятся в каких-то домах, которые, может быть, воспринимают жизнь как черно-белое кино. Им не надо сильно много цветов. Ну и, конечно же, вот там есть территория такого нижнего этажа, там, где можно кофе попить, перекусить. И немножко работ стоят, которые, возможно, не хочется показывать, или они просто не вошли в экспозицию. Это тоже, смотрите, когда будете делать выставки, не надо все работы выставлять. Выставляйте только те работы, которые поддержат главную идею выставки. Главная идея нашей выставки – это соединить прекрасную архитектуру Одессы с прекрасной архитектурой Парижа. Они очень похожи, эти два города. Ну, конечно же, огромная разница в размерах и в оптимизме. Хотя в оптимизме, я думаю, одесситы даже больше смеются и улыбаются, чем парижане. Ну и розы написаны в Германии. Да, розы написаны в Германии, и как бы они не входят в этот проект, но они являются как бы ограждающей такой вот территорией для нашей чайной церемонии. Все люди, которые приходят к нам на выставку, обязательно попадают к нашей чайной сестре, и она их как бы вводит определенное состояние счастья вот этими чайными церемониями. Покажи, Настенька, рисунок вот сзади тебя. Мы только что сделали рисунок этой чайной церемонии, и как бы назвали ее воплощение мечты. И вот все предметы, которые нам помогали, и мастеру помогали сделать чайную церемонию, были изображены самым простым вот таким вот мелком сепии на черной бумаге. Все, эта чайная церемония останется с нами надолго. Что мы хотим вам пожелать? Не стесняйтесь делать персональные выставки. Даже если у вас есть 6-7 работ, продолжайте действовать по поводу ваших любимых работ, расширяя эту выставку. Но если у вас скопилось уже 7 работ, которые вы любите, вот просто как для себя сделали, найдите маленькое пространство, даже маленькая кафешка, или, допустим, где-то у кого-то есть гостиная красивая, к кому приходит много людей. Там тоже можно засвидетельствовать о том, что вы являетесь художником. И потом расширяйте. Вот найдите любимую работу, как мы с Вовой нашли вот эту любимую работу, и она скоро уже подвинется к 50 тысячам долларов. Мы ее не продаем. Мы заели ли 50? За 50, может быть, и отдадим. Вот. Найдите любимую работу, и к ним, к ней, к этим двум-трем работам подрисовывайте еще, 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 пока вы не выскажетесь. И обязательно выставляйте свои работы, для того, чтобы ваша фамилия увеличивалась, для того, чтобы люди еще усновали новых художников. Если дома будете сидеть и стесняться, никто никогда не услышит вашего голоса. Ваш голос должен быть оптимистичный, миролюбивый, и, конечно же, философский, для того, чтобы разговаривать с людьми методом живописной практики. Обязательно должен стоять вот такой ноутбук, там, где показано, как вы трудитесь, да, допустим, ваша мастерская должна быть показана, и, может быть, и ваши друзья, которых вы рисуете, натурщики, так, может быть, когда вы танцуете, или когда вы готовите кушать, люди хотят все знать о художнике. И вот, конечно, мы благодарим Владимира. Скажешь пару слов? Ты уже все сказал. Я присоединяюсь. И мы, конечно, очень любим слово.